Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов и огородников. Сегодня 13 марта. Я хочу вам показать мои посевы перца в различных сроках посева. Одни у меня немного пораньше, другие попозже. И как раз вы увидите, как мои перцы пережили пикировку, потому что многие огородники пикировки все-таки боятся и выращивают перец без пикировки. Вот эти вот первые два лотка, вот этот и вот этот, этим месяц и неделя, они распикированы две недели назад. И если вы видите, тут по рядам видно, что все растения пережили пикировку прекрасно. Я их пикировала в фазе двух настоящих листьев. Видео на эту тему есть. Было два вот этих листа, раз, два, три, четыре. У них наросло по четыре новых листа. В зависимости от сорта, они какой-то покрупнее, какой-то поменьше ростом. Но, если бы я их не пикировала, кто посеял вот в эти же сроки, в начале февраля или последние числа января, они были бы, конечно, больше. Они были бы выше, массивнее, потому что при пикировке я же их заглубила по семидольные листики. Но мне это и нужно. Я проживаю в сибирском регионе, и мне не нужны вот такие огромные, разросшиеся кусты перцев и томатов на окнах и подоконниках. И я много раз называла, что пикировка, одна из причин пикировки, это то, что немного замедляется рост вот этой зеленой массы. Растение взрослеет, корневая система у нее, у него становится разветвленнее, сильнее, а верх вот эта зелень, она более компактная. Вы видите, у них уже много листиков, раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмой лезет, семь листов, по количеству листьев видно, что перец уже взрослый, это не малыш, но он, видите, какой компактненький. Мне главное, чтобы растения были здоровыми и крепкими. Они все коренастые, они все зеленые, поэтому я определяю по внешнему виду, что они здоровы. Дальше сейчас пройдем. Тут уже более поздние посадки. Более поздние посадки, если те у меня для теплицы, то эти уже, возможно, будет высаживать и в открытый грунт, потому что они совсем маленькие. Вот эти я пикировала в фазе двух семидолей. Вы видите, что они совсем, не знаю, смогу ли я туда подтащить треногу. Вы видите, что они совсем маленькие, но они уже распикированы, и после пикировки у них прошло, сейчас скажу, около двух недель, потому что они пикировались совсем-совсем маленькие, настоящих листьев у них не было вообще. Вот сейчас у них по два настоящих листа лезет третий. Они тоже все целые, но и вот этот лоток, он более поздний, это уже февральские, вторая декада февраля была посеяна. По рядам нетрудно определить, что все растения целые, все пережили пикировку тоже прекрасно, хотя они пикировались в маленьком, совсем в таком раннем возрасте. Вот сейчас так выглядят посевы перца, которые раньше посеяны, они немножко покрупнее, у них больше листиков, по семь листиков, а которые для открытого грунта, у них всего два листика, но все они распикированы, и за счет этой пикировки они компактненькие, толстенькие. Пока в этом году ни одно растение у меня не пропало, у нас нет ни черной ножки, никаких корневых гнилей. Все я вот сегодня вынесла порыхлить, все я их вовремя прорыхливаю, грунт слегка увлажненный, но не мокрый, я их не переливаю, потому что я очень боюсь, черной ножки начнется, черная ножка столько трудов пропадет, мне очень жалко. Вот так выглядят мои перцы на сегодня, 13 марта. До свидания. Желаю вам всем тоже иметь здоровые, крепкие, зеленые посадки и перцы и томатов. С вами была Ольга Чернова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...